Девушки отдыхают Трехлетняя Аня живет в Португалии. Сейчас воспитанием девочки занимаются бабушка и дедушка. Юлия Савичева и ее супруг уже несколько месяцев не могут увидеть ребенка. Единственная связь с дочерью через экран телефона. Я читаю ей в прямом эфире, пою в прямом эфире, играю в прямом эфире. Певица делает все, чтобы встретиться с наследницей. Сейчас Юлия пытается получить португальский паспорт. Документ позволит ей пересекать границу вне зависимости от карантина. Только Мадейра открыта, но Мадейра это остров. То есть из острова все равно нужно лететь на материк. А если у тебя нет видоножительства, то в принципе тебя не пустят. В Португалию Савичева уехала перед родами. Уже после певица призналась. Она сделала это, чтобы сохранить ребенка. Первая беременность закончилась для Юлии трагедией. Из-за плотного гастрольного графика она потеряла малыша. За собой больше начинаешь следить. И за здоровьем. Потому что понимаешь, что уже не 16 лет. Супруги купили дом недалеко от родителей мужа. Но получить гражданство Юлия не успела. Вместе с супругом, композитором Александром Аршиновым, она была вынуждена вернуться в Москву, чтобы зарабатывать на жизнь. Там большой дом, свой сад, бассейн. И за всей этой красотой нам с мужем помогает ухаживать бабушка, дедушка. До карантина певица летала к дочери чуть ли не каждый месяц. И это несмотря на то, что Савичева боится самолетов. Несколько лет назад певица пережила аварийную посадку. Люди при выходе целовали землю. Я рыдала там. Ну, в общем, я три дня потом не могла прийти в себя. Певица вспоминает. Самолет пошел на снижение в грозовой фронт. Трясло так, что пассажиры еле удерживались на креслах. Савичева признается. Она уже была готова попрощаться с жизнью. Град на высоте, понимаете? Как будто мы под обстрел попали. Я почувствовала, что сейчас жизнь наша может закончиться. Чтобы победить аэрофобию, певица долгое время работала с психологом. Савичева понимает, что с ее ритмом жизни невозможно отказаться от полетов. Дело не только в работе. Юля обожает путешествия. Мне бы хотелось побывать. В Ирландии я не была. Там много рыжих людей. А я очень люблю рыжих. Япония, Китай, Сейшелы, Мальдивы, Бали. Савичева объездила почти весь мир. Певица давно решила, что пассивный отдых не для нее. Вот и в Крыму, куда Савичева приехала на детскую новую волну, Юля жалеет, что вышла на прогулку без экскурсовода. Хотя может показаться, что визит певицы затмил все местные достопримечательности. Артистки буквально не дают прохода и задаривают подарками. Дарите мне шляпу? Спасибо огромное. Представляете? Местный продавец просит поставить автограф прямо на белой рубашке. Все оставлю на память. После, конечно, снимок на память. Правда, певица говорит, что на фотографии соглашается редко. По словам Савичевой, по-настоящему расслабиться она может только на частной территории, где можно плавать и загорать без лишних глаз. Как минимум будет некомфортно, что все на меня смотрят, изучают мои телеса. С четырех лет Юля была на сцене, а ее большой дебют состоялся в клипе певицы Линды. Он заплачет. И мы заплачем. Он нас любит. Дочка Савичевой, кажется, пошла по маминым стопам. В свои три года Аня уже поет на трех языках. Русском, английском и португальском. Юля уверена, что из дочери получится хорошая артистка. Против пока только папа. Супруг Савичевой заявил, что вторую певицу в доме он может уже не выдержать.